Приветствую вас, и я бы постарался ответить на вопрос, который вы задаете, примерно таким образом. Если все, что вы сказали своему парню, является неправдой, и в глубине души вы это знаете, то есть вы знаете, что ваш молодой человек не такой, каким вы его назвали, то в этой ситуации вы можете просто немножечко спустя, ну не какое-то время спустя, перед ним извиниться, сказать, что вы были в состоянии аффекта, то есть ничего не осознавали, ничего не понимали, что вы делаете, и собственно потому и было сказано то же, что было сказано. То есть здесь важно вашему мужчине дать понять, что вы не хотели говорить то, что вы сказали, что вы не хотели вот именно так выражать свои там эмоции, например, именно так, скажем, грубо, или так зло, или что-то еще, но тогда возникает вопрос. Ну, хорошо. Эмоции вы выяснили свои слишком бурно и палку перегнуты, но ведь у этого есть и верную истину. То есть это значит, что молодой человек в чем-то вас получается не устраивает. И это значит, что у вас было недовольство, и недовольство было, скорее всего, большим. Ну, то, что мы с вами пока определили, что вот то, что вы сказали своему молодому человеку, это было неправдой. Хорошо, это было неправдой, допустим, но вас же что-то напрягает в нем, вам же что-то не нравится в нем, опять-таки. И тогда нужно сказать мужчине, что именно вам не нравится в нем. Потому что если этого не сделать, то мало того, что конфликт повторится вновь, мужчина не поймет, в чем он был неправ. И, собственно говоря, это сведет на нет, ваши возможности по дальнейшему поддержанию отношений, скажем так. Кроме того, обязательно нужно сказать, что не бывает такого, что в конфликте, в ссоре двух людей виноваты, вот знаете, виноват только один человек. Такого не бывает. Обязательно виноваты оба. Почему? Вот, вы пругались, а вы могли кричать, допустим. Ну, вы могли, там, выражать свои эмоции. Это, в принципе, ваши права. Но мужчине, так, отвечать, может быть, не надо было. Может быть, мужчине не стоило, так, реагировать на ваши слова, а он отреагировал. И в этом, в этом, есть отчасти тоже его ответственность, его вина, скажем так. И вот именно поэтому, потому что, как вы видите, у него тоже есть вина, не нужно считать, что вы только вы одна виноваты в том, что с вами произошло. Ну, не только вы. Не только. Теперь дальше. Если предположим, предположим, что, значит, вы, то, что сказали, ну, мужчине, было правдой. То есть, ну, да, понятно, что форму вы бы хотели взять другую, да, там, говорить как-то по-другому и так далее. Это все понятно. Но, важно понять, а вот то, что вы сказали, почему вы считаете, что это действительно так? Чем обусловлено ваше суждение о нем? Да, конечно, в таком случае можно говорить о том, что вы, может быть, были неправы, значит, в подаче. В подаче, может быть, вы были неправы, да. Но, по смыслу, вы вполне были своем праве это говорить. Так вот, нужно решать проблему в ее код. А именно. Почему вас не устраивает ваш молодой человек? И вот об этом нужно разговаривать с ним. О том, что вас не устраивает. И если вы не будете этого делать, если вы не будете вести диалог в таком направлении, то, к сожалению, ничего не получится у вас исправить. И в этом случае я бы рекомендовал, в случае, если вы, ну, то, что хотели, допустим, мужчине сказать, но сказали очень грубо, я бы рекомендовал вам также принести слова извинений молодому человеку. Но при этом, все-таки, все-таки сказав, что вы извиняете за содержание, то есть вы не хотели говорить так, но по смыслу, по смыслу, это все-таки отчасти правда, потому что у вас не устраивает то-то, то-то. И молодому человеку нужно обязательно понять, что его ответственность за ваше будущее, за будущее вашего отношения также есть. И пока он этого не осознает, у вас будет продолжаться все. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok